Илья Николаевич, года не прошло, как мы у Дмитрия Юрьевича Пучкова, Борщева, известного как Гоблина, разговаривали о 16 веке. А вот теперь, наконец, выявлены во всей красе данного 16 века, одеты, униформированы и на фестивале. Есть такое, Клима Александрович. Во-первых, здравствуйте. Всем привет. Всем привет, здравствуйте, товарищи. Очень рад вас видеть в бодром здравии на данном мероприятии. У Гоблина мы разговаривали, по-моему, про двуручные мечи. Так точно, мы разговаривали про двуручные мечи. В 17 веке про ланскнехтов мы только запланировали и вообще про наемничество в Европе поговорить, что, я думаю, мы обязательно совершим. Но это требует вдумчивой подготовки и некоторого времени. Обязательно, обязательно. А что вы можете сказать по поводу вашего костюма? Это, собственно, что? Ну, это одежда. Я догадался. По поводу этого глупого вопроса, пардон, я сейчас расскажу одну байку. Летели мы в 12 году в Мюнхен на фестиваль. В 1512? В 2012 будем считать, что в 512, да. Значит, это был фестиваль ланскнехт-хура в Германии. Крупнейшее мероприятие по 16 веку. В мире оно собирает около больше тысячи участников. И на поле, там в маневровой войне участвуют около 800 человек. Ну, может быть, 600, но это очень много на самом деле. С пиками формации. Так вот, мы туда поехали с моим, в общем-то, другом-одноклубником, верным помощником Гером Кристофом, то бишь с Костей, Костя, привет, на этот фестиваль вдвоем представлять нашу армию Фрунсберга. И получилось так, что денег нету, как говорится. Но вы держитесь. Все, да, все много, дорого и глупо. Купили билет на самолет и подумали, а что нам брать с собой вещи, костюм, да. Багаж 23 килограмма, 10 килограмм ручная кладь. Мы подумали, если мы эти костюмы свои положим в сумки, мы не возьмем какие-то шлемы, керасы, мечи. Мы так подумали, а давай один раз живем. Надеваем на себя средневековые костюмы, едем клоунами, а железо засовываем в багаж. Так и получилось. Все влезло, то есть мы вот в этих вот халатах шелковых, значит, приступаем порог. По-моему, не помню, честно, Шереметьево или Домодедово, московского аэропорта. Может, даже Онуково. Онуково, нет. И из Онуково летели в Вену в 2014. О, это не важно. Это не важно. Приступаем порог, и там эта вот рамка металлоищущая, и там стоит такая женщина-майор. Показалось, что на бровях. Может быть, показалось, но такая матерая дама стоит, и очередь подходит. Мы закинулись в сумки в этот сумкоприемник, и дама нам говорит, на нас показывая пальцем так, это что? Это что? Я так на нее смотрю и говорю, это одежда. Вопросы есть? Прекрасно. Это же в самом деле одежда. Какая разница? Клик Александрович, это одежда. Ну, одежда хорошая, нам нравится. Это я понимаю, что производство данной ткани, это лондонская фирма Уоттс и Ко. Уоттс и Ко. Да, я ее, между прочим, в интернетах нашел в свое время. По-моему, даже вы, любезый друг, мне ее как раз посоветовали, пришля ссылку в одну из соцсетей. Так и есть, я помню. Большое вам сердечное спасибо, товарищ. Ну, если относиться более серьезно к вашему вопросу, то на мне сейчас, я не хочу сказать, там реплика или реконструкция, я все называю стилизацией. То есть, на мне качественная стилизация представителя дворянства первой, третьей, шестнадцатого века Священной Римской империи, вероятно, Южной Германии, либо территории современной Австрии, это Тироль. Значит, дворянин, который возглавлял одно из формирований имперских наемников ланскнехтов. То есть, костюм состоит, опять же, из нижнего белья, которое на мне присутствует, но показывать можно не буду. Не, не надо, нижнее белье это лишнее. Но оно есть. Соответственно, я это называю верхней одеждой, то есть, обершенкельхоза, это вот эти вот штаны. Шортики. Шортики, да, с разрезами. Выполнены из шелка, все сшито вручную, с кучей разрезов. Вообще, весь костюм, по-моему, то ли 200, то ли 300 разрезов. Ну, долго. Соответственно, куртка вамс, вот рукава видны. И, значит, верхнее платье, это называется фальтрок, но у него вообще много названий, то есть, есть райтрок, есть фальтрок, есть вафонрок. То есть, это означает, что рок дословно это, ну, как бы сказать, сейчас переводят как юбка, а в то время рок переводили как некую такую вот верхнюю накидку. Его еще могли называть кляйт, но кляйт это на переводе светского дословно одежда. Сейчас, одну секунду, нашему коллеге вернем его турецкий прекрасный тюрбан. Прошу вас, друг мой. Большое спасибо. Вот, и, то есть, назначение этой одежды было что? То есть, вот сейчас носят современные плащи, куртки, да? То есть, почему? Потому что холодно, нужно защищаться от ветра, от снега, от дождя. То же самое было и в то время. Соответственно, вот райтрок, то бишь, это одежда всадника, юбка всадника, да? То есть, представляла из себя что? Приталенное одеяние, как правило, выполнялось либо из толстой шерсти, либо даже из кожи. Ну, кожа лучше отталкивает воду. Да, влагу. Приталенное и в складку, значит, сделанная юбка с двумя шлицами спереди и сзади. Почему? Для того, чтобы удобно было сидеть на лошади. То бишь, лошадь посредине обоих шлиц. И вот эти вот складками юбка по бокам как раз она способствует обтеканию. Это вот была вот условно одежда всадника. Дальше мы идем вот фальтрок. То есть, да, это получается юбка в складках. Это одежда просто вот из-за этой юбки в складках носимая в повседневной жизни. Дальше идет вафенрок, то бишь, что-то военная юбка, да, или военная верхняя одежда. То есть, это вот подобное одеяние, которое надевалось поверх доспехов. Для чего? Для того, чтобы обозначить свою статусность. Для того, чтобы скрыть уязвимые элементы в своей защите. То есть, под такой одеждой не видно, где у тебя соединяются латы. Да, где у тебя... То есть, есть ли у тебя кольчужная защита в подмышке или нету. То есть, это все в бою, как ни странно, оказывает положительное воздействие в плане обычной маскировки. То есть, противник не знает, куда ему начинать атаку против вас. В какое место вас разить. То есть, у вас уже зона поражения, для него неизвестно, и она скрыта. Вот. И вот у меня, соответственно, такой же вот характерный вафенрок, то бишь, военная одежда, представителя высшего командного состава имперского войска. То есть, я думаю, что это Чин, Райхс, ну, сейчас, либо Фельдмаршал, который тогда начинает появляться, либо, соответственно, вернее, Райхсмаршал, по-моему, называлось. Либо это хотя бы просто Обрист. А вообще, внимание, что полковник в то время назывался не Оберст, а Обрист. Потом это трансформировалось уже в Оберест, и уже к концу XVI века, в XVII, как мы сейчас можем слышать, превратилось в Оберст. Хэр Оберст. Ну, это вот, ну, на голове у меня характерная такая вот ландскнехткеппе, шапочка. То есть, на ногах сейчас камеру не увидят, это кумаульшуль, шуль, как обувь-то. Неважно. Неважно. Коровье морда, по-русски. И вязаны, значит, из шерстяной нити такие вот чулки хоза, нижние хоза, то есть, нижние шоссы. На самом деле, мне страшно в этом отношении нравится немецкий язык, там так всё чётко обозначено, потому что хозы, то есть, чулки, они закрывают, соответственно, голень. А Обершенкель хозы, это понятно. Бедро. И чулки выше шенкеля. Шенкель, мы знаем, это внутренняя поверхность, ну, в современной выездковой кавалеристской практике, это зона голени изнутри, которая к лошади прилегает. Ну, понятно, то, что выше шенкеля, это наши шортики, значит, очень всё чётко и упорядочено у немцев. Ну, Орднонг. А по поводу мяча хотел спросить. Это я, если не ошибаюсь, ижевский мастер товарищ Гребенкин делал. Да, Игорь делал. Игорь Гребенкин, очень хороший мастер. Хороший, да. Можно на него взглянуть. То есть, сейчас, конечно, он, правда, немножко сейчас у меня уже вот так вот ножны потрёпаны, я его ношу вместе с доспехом, он часто бьёт облатную юбку, и поэтому вот ножны, это вообще-то расходный материал. Но они уважаемые, то есть, ножны, видно, рабочие, носятся не просто так, постоянно много, поэтому авторитетно потрёпаны. То есть, мяч – это хорошая стилизация, то бишь... Чуть-чуть вот так вот плоскостью, чтобы было видно. Понял, да. Значит, мяча стилистики первых двух десятилетий XVI века. Подобные, значит, мячи как раз вот начинают своё бытование с конца... нет, с начала XVI века. И здесь характерным является эфес, то бишь крестовина, на которой уже в конце XV века появляются вот эти вот дужки кольца под палец и дужки, ещё защищающие вашу кисть. Также характерны для немецкого региона, берущие, значит, свое начало с середины XV века рукоять, расширяющиеся в центре, служащие для лучшего ухвата оружия, то есть, для препятствия соскальзыванию вниз. Это очень удобно при фехтовании, как одной рукой, так и двумя. И характерного фигурного навершия, то есть... Такая грушевидная, рифлёная навершия, очень характерная для XVI века. Для даже конца XV, самого конца рубежа XV-XVI веков, такое навершие бытовало вплоть до, наверное, годов 40-х. В Вене, значит, в Кунский исторический музей, в разделе, по-моему... Это музей истории искусств, значит. Да. Там не в рюсткамере, не в оружейной палате, а именно в другом здании, в главном, там есть выставка, значит, Карл V, покоритель Туниса. И вот там подобные мечи представлены, вернее, там длинные мечи с подобным эфесом представлены в количестве нескольких штук. То есть, как раз вот они бытовали вот в период 30-х годов, то есть, и даже вплоть до 40-х. Возможно, даже и выше, потому что оружие использовалось, могло использоваться долго. А Карл V, покоритель Туниса, это имеется в виду его знаменитая экспедиция 1535 года? Да. И здесь, например, то есть, да, опять же, этот меч относится к категории меча-всадника, то бишь, Райтшверт, или же иногда называют Риттершверт. То есть, это не оружие пехоты, это не оружие, значит, специально сделанное для самозащиты, как, значит, гражданское... Это оружие военное для того, чтобы с лошади проучать своих врагов, защищать землю-матушку и завоевывать новые... Новые земли-матушки. Да, на всякий случай. И самое интересное, что здесь вот мы можем увидеть, это дол, то есть, здесь переменное сечение клинка, то есть, здесь идет широкий дол, примерно треть от ширины клинка. Потом он заканчивается, и сечение идет... Шестигранное, да. Шестигранное сечение и плавно уходящие в линзу. Такие клинки, по-моему, Клим Саныч, появляются как раз тоже в конце 15-го века. Но они характерны. Они характерны, и вот это вот... Это тип 17 по лукшоту, так называемый. Так точно, да. По-моему, 18? 17. Но, опять же, если мы рассматриваем в контексте, на самом деле, только клинка без эфеса. Да, конечно. Потому что эфес рассматривать, как мы с вами уже говорили в одном из критических обзоров, что меч нельзя атрибутировать по эфесу. Эфес всегда атрибутируется отдельно, клинок отдельно. Но мы отвлеклись. То есть, и данная стилизация, это вот, опять же, длинный меч, то есть, меч для всадника. То есть, это разряд оружия. Понятное дело, в моем случае, это не оружие, это всего лишь макет, потому что отсутствуют... Лезвия. Да, лезвия на клинке и выражены острии. То есть, так вот, ну, палка, дубина. То есть, это не оружие. Но, если, конечно, вот такое оружие было бы заточено, то оно представлялось очень большую угрозу для бездоспешного неприятеля. Вот немножко про меч. Ну, вообще, конечно, оно и для бездоспешного неприятеля весьма серьезную угрозу представляет, потому что кавалерийский меч в латном бою уже использовался в первую очередь для нанесения встречного укола. То есть, как такое короткое копье, условно говоря, вот так вот. Иногда его еще могли зажимать подмышку, то есть, для того, чтобы, ну, за неимением. То бишь, попытаться ударить там в щель, забрало хоть куда-то, да. То есть, рубящим ударом, понятно, латы мы не пробьем никогда, то есть, но против латника такое оружие могло использоваться хватом полумеща. Ну, Клим Саныч, прости, покажу вам тебе. Для поражения подмышек, глазниц, то есть, вот, зон до паха, иногда для работы крестовины. То есть, если мы в клинич заходим, то пытаемся засунуть крестовину в глазницу нашему. Вы обратите внимание, что окончание крестовины вроде такое изящное и красивое, но это, по факту, небольшой топорик. Ну, он, конечно, тупой здесь, но в любом случае, глазу будет не очень полезно, если в него будет тычок. Это угол нормальный, который может служить элементом поражения. Согласен, то есть, если мы используем его в качестве ударного элемента, то есть, с размахом и вкладыванием всего корпуса, как, то есть, для бездоспешного это будет очень неприятно. Для доспешного, если мы сумеем вклиниться ему в подмышку, либо в глазницу, тоже доставит массу дискомфорта. Ну, это, по сути дела, кассет получается. По факту, да. Ещё, опять же, могло использоваться навершие, то есть... Как булава. Да, то есть, ну, обычно это как вот тычковое движение, то есть, идёт. Там очень много приёмов есть, и мы сейчас все не будем описывать. Просто обозначим. То есть, и в латном бою это навершие могло использоваться в качестве просто тычка, например, взобрала, как рычага для вырывания кистей, то есть, выламывания оружия противника. То есть, и даже если происходил сильный тычок взобрала, противник не получал урона, но он был немножко дезориентирован на какую-то долю секунды. Это позволяло выиграть стратегическую инициативу для уже потом, допустим, перехвата и удара во внутреннюю часть голени клинком в клинче. То есть, ну, это уже другая. Тонкости. Да. Убираю оружие. Так точно. Ещё кинжал есть, кстати. А вот да, кинжал я собирался перейти следующим номером. Кинжал, это так называемый кинжал Максимилиана, то есть, ну, конкретно вот этот сделан по мотивам экспоната, я честно даже не помню, кстати, его тоже делал Игорь Гребенкин. Сделано неплохо, хорошо сделано, отлично сделано. То есть, немножко у него ребро жёсткости, оно должно быть более выделено вот сюда, вот в эту сторону. То есть, у него сечение должно быть ближе к крестообразному. К крестообразному, такому звездообразному, да. Но в любом случае, в стилистику того времени этот клинок кинжала подпадает и в данном случае остаётся отличным примером современного, в кавычках, оружия производства, макетов, там, реплик, не знаю, среднякового вооружения. То есть, это отличный пример слесарной работы и понимания мастером стилистики. Чуть более плоскости, вот, чтобы люди видели. Да, вот. У нас вчера просто был очень сильный дождь, поэтому мы видим, что даже кинжал немножко пострадал, вот на нём разводы остались. Я там доставал, что-то нужно было ковырнуть кому-то, да, если бы. Ну, вчера было очень мокро и холодно. Поход, товарищи, поход. Оруженосца сегодня со мной нет, поэтому приеду и чистить уже будем в Туле. Убираю? Да. Ну что, прекрасный костюм, отличный, отличный рассказ по этому поводу. Я думаю, если какие-то вопросы появятся, обращайтесь в комментарии, постараемся ответить. Наверное, пока будем прощаться. В 16 век, я думаю, всё, потому что времени мало, всего рассказать невозможно, но думаю, что что-то мы сегодня вам поведали. Спасибо, Леонид Николаевич. Клим Саныч, всегда. Надеюсь, было интересно. С крепости Карелла с вами был Жуков и Герцог Тирольский. Всем пока.